Микс Ньюс Наш сегодняшний гость, человек вам известный, это Владимир Лендерман. Добрый день. Добрый день. Общественный деятель, политический активист, публицист и еще много у него достаточно различных регалий. И начнем, наверное, с последнего события, которое, в общем, обсуждалось вчера в нашем эфире. От претензий Государственного центра Госязыка к председателю Зайлупской краевой думы Олегу Агафонову. Вы, наверное, слышали про это? Ну, разумеется. Вот, и контролирующий орган установил, что Агафонов не владеет латышским языком на должном уровне. Но здесь возникает такое определенное противоречие, поскольку это избирательная должность, и, в общем, за него избиратели проголосовали. Как быть в данном случае, поскольку уже прозвучали такие, ну, обещания, да, что Министерство регионального развития может рассматривать этот вопрос в связи с того, что в дальнейшем его надо, наверное, отстранить от должности. Ну, как вы считаете, вообще, человек вот такого уровня, занимающий пост, он обязан знать госязык? Я считаю, что, как вы правильно отметили, что есть все-таки чиновник, то есть назначаемая должность, и есть представитель народа, то есть избираемая должность, представительская власть. И если те люди, которые выбирали Агафонова, считают, что он при всех своих недостатках, знания или незнания языка, каких-то личных достоинствах и недостатках, он достоин их представлять, я считаю, что не может быть такой инстанции, которая может такого человека лишить должности, потому что это разрушает всю демократическую структуру власти и общества вообще. Если человек выбран, то его, скажем так, может, ну или отозвать или в следующий раз не проголосовать, только его избиратели, а какого-то механизма такого, чтобы его отстранить от должности. Ну, я не беру там случаи каких-то уголовных преступлений там и прочее, да, такой форс-мажор. Ну, вот так, я считаю, что это просто вопиюще. Они утверждают, что его можно снять через суд, хотя я, ну да, сейчас законодательство такое, что действительно можно, но это будет просто вопиюще и довольно подлый по отношению к избирательным поступкам. Вот я хотела как раз уточнить, вы человек такой искушенный в судебных, юридических каких-то таких вот моментах, поэтому хотелось бы узнать наверняка, вообще у нас есть какая-то такая вот статья, по которой можно, вот вы говорите, с одной стороны нет, но может все-таки Министерство регионального развития, то Министерство, которое как бы несет ответственность за те, которые работают в регионе. В данном случае, вот и... Я, скажем так, вот этим вопросом так плотно не интересовался, но я почти уверен, что Министерство само не может. Это не чиновник Министерства, он не служит в этом Министерстве, да, он служит своим избирателям, да, в данном случае. И вот судебная власть, вероятно, есть такая возможность, что она может, так сказать, его отстранить, ну, по латвийским законам. Но я считаю, что если такой закон вот есть, то он абсолютно несправедлив и неправильный. В отношении лиц избираемых так не должно быть. Недаром даже вот в Сейме, когда, или не только в латвийском Сейме, это во всем мире, да, но, например, чтобы осудить даже по какому-то, ну, очевидному делу парламентария, да, требуется там... Разрешение. Разрешение. Почему это делается? Это делается потому, что это человек избранный. И вес, ну, как бы, вот избранного человека, он достаточно высок, да, то есть это, это же не какой-то чиновник, подчиненный, который там делает свой карьерный рост, там, его начальство поднимает или там, наоборот, опускает. Это, вот, я против таких вещей категорических, там, Гафонова лично не знаю, но в любом случае, в данном случае я на его стороне. Так, у нас звонок, давайте перейдем. Добрый день, мы вас слушаем. Извините, я чисто по СМИ, по сообщениям из СМИ ориентируюсь. Сколько я знаю, господин Агафонов был, и вся эта дума Зиловская была избрана по списку центра согласия. А потом господин Агафонов пришел чуть ли не в Лагальскую партию или еще в какую-то там партию. То есть он уже, в принципе, согласился, что он, ну, не совсем там уж оппозиционер какой-то нынешней власти. И все равно его добили, будем так говорить. И вот, что меня все время удивляет. У нас какая-то удивительная страна. Вот, допустим, на секунду у нас прямые выборы, допустим, президента. У нас запросто могут сказать, что одна комиссия вот эта, что языковая, допустим, что у нас еще есть, который САП этот, который может не дать ему допуск в государственной тайне. Как не давали нескольким министрам, между прочим, депутатам. Как можно не давать депутатам, которых избрал народ, да. И у нас удивительная очень страна. Господин Агафонов не первый, там еще один в Лагалии, в Гулбане, по-моему, есть депутат, который тоже. В общем, это не единственный случай. То есть у нас удивительная страна, в которой избирать надо согласовывать с какими-то надзорными органами. Кого избирать? Ну, так даже, я не знаю, в Советском Союзе что-то подобное было, да, там партия контролировала еще чего-то. Но уж если избранный, так избранный, раз уж допустили до избрания, так допустили. Ну, тут нечего добавить. В принципе, человек, в общем, все сказал верно, и я в целом с ним согласен. И вы были депутаты, есть депутаты, которые преследуют, пытаются отнять мандат вот по этому. Поэтому, помните, была история и с Кравцовым, еще в Сэйме. Ну, его фактически выдавили. Но мэр, по-моему, это вот в таком плане за незнание языка первый. Ну, кстати говоря, вот я хотела на более-таки глобальные события верить, но и поводом для этого стала, в общем, ну, несколько, ну, с моей точки зрения, довольно смешная ситуация, да, когда претензии к строительству, вернее, к ремонту улиц предъявила бывшая спикер Сэйма Эвен Нашинец, о которой мы тоже об этом случае говорили, она обеспокоена тем, что от этого страдает безопасность режима, да, то есть они не смогут вовремя эвакуироваться. Ну, если мы оставим в стороне вот эту самую, ну, абсурдность этого заявления, да, мы перейдем к тому, вот вопрос о безопасности. Сейчас недавний визит вице-президента США в ригу Джона Байдена, да, его можно, с вашей точки зрения, рассматривать только ли как протокольное мероприятие, или на самом деле, собственно, это о чем-то говорит, да, о каких-то, может быть, дальнейших негативных развитиях по отношению к России, поскольку вот такое вот идет нагнетание таких страстей и страхов по поводу того, что вот не сегодня-завтра начнется война, и прежде всего надо ждать опасности со стороны восточного соседа. Вот как вы оцениваете эту ситуацию, вот насколько это на самом деле, там есть ли какое-то реальное зерно истины, стоит ли опасаться вот таких вот глобальных каких-то военных действий вот в нашем регионе, и с чем это может быть связано? Ну, милитаристский психоз, как бы в основном раздуваемый Запада, он крепчает, и даже тут трудно сказать, кто больше его раздувает, больше раздувают там из Соединенных Штатов или наши местные, ну, в основном все прибалтийские руководители и польские, то есть, в общем-то, состязаются в этом раздувании, хотя нет практически никаких, ну, не приводится никаких реальных доказательств, каких-то угроз со стороны России, но психоз крепчает, а сам по себе, знаете, как бы вероятность войны, она повышается с ростом как бы инвестиций в нее, да, как материальных, так и эмоциональных, да, и вот этот рост, поэтому исключать нельзя ничего. Ну, все и визиты Байдена, ну, про этот клинический случай с этой дамой, которая там увидела в ремонте улиц, так сказать, диверсионные работы, да, я уже и не говорю, но она даже и не выглядит особо так, ну, как-то на общем фоне, но это, то есть, то, что она, скажем, там, года лет, там, пять назад бы не осмелилась такое написать, потому что, ну, фон был немножко другой, но сегодня уже, сегодня, поскольку, ну, как бы нападение России, так сказать, ну, в кавычках, да, ожидается со дня на день, то почему бы и такую идею, такую бредовую не выдвинуть? Ну, психоз скрепчает, и ни до чего хорошего он не доведет. Ну, вот я именно это и хотела услышать, поскольку, ну, если нагнетается ситуация с одной стороны, ну, это получается как провокационный такой момент, да, все время говорят соседу, ты сейчас меня ударишь, ты сейчас ударишь, может, не может, не получится ли так, чтобы надоест это все слушать, и он, на самом деле. Ну, дело не только в такой, это, как бы, то, что вы сказали, это такая информационная, как бы, оболочка происходящего процесса, но есть же и реальные вещи, да, то есть, там, компоненты системы ПРО перемещаются к границам России, что бы там ни говорили, вот, ну, положим, там можно не рассматривать всерьез эти вот железные коробки, там, сколько их там, сотня с чем-то, да, сейчас Латвия закупает, но, например, предложение разместить в Латвии зенитно-ракетные комплексы Патриот, оно же уже серьезно обсуждается, это серьезно, то есть, с точки зрения России, это серьезная угроза безопасности, то, что сейчас Латвия очень активно лоббирует, просто здесь об этом не очень много пишут, но в западной прессе есть, очень активно лоббирует создание военно-морской базы, НАТО в Лепе, да, то есть, ну, это тогда будет вообще вызов России, то есть, дело не только в словах, что там произносится, дело в реальных действиях, военно-морская база НАТО в России, при том, это, в Лепе, при том, что сейчас новое законодательство разрешает натовским кораблям заходить в территориальные воды и порты Латвии без предупреждения, это четкая угроза для России, Россия вынуждена, там не важно, кто будет у власти, Путин, не Путин, но Россия вынуждена, исходя из логики своей государственной безопасности, предпринимать ответные меры. Потому что, да, американский флот, ну, это реальная угроза, с которой может быть нанесен массированный удар по России, поэтому, то есть, я считаю, что вот люди просто играют с огнем, а вот наши, так сказать, правящие здесь, это просто как такие дети, которым дали спички, они просто, ну, я думаю, что их как бы больше всего греет мысль какой-то, знаете, взять реванш там за какие-то вот там, ну, сороковые годы, что-то вот такое, но они не понимают, что качество современной войны – это совсем другое, да, что ты, как бы, срочно голову – Потом на карту ставится значительно все большее, да, то есть уже судьбе… – То есть средства уничтожения сейчас такие, что никто, как говорится, не уйдет. – Ну, будем все-таки надеяться, что здравый смысл там какой-то все же победит в этой ситуации и все обойдется, если можно так говорить. – Немножечко тоже хотелось бы поговорить о том, что полиция безопасности в августе было возбуждено еще одно уголовное дело против жителей Латвии, часто в боевых действиях на стороне республики Донбасс. Ну, а за такого рода делами вы обычно следите. Скажите, пожалуйста, были какие-то аналогичные дела, допустим, против людей, которые воевали, допустим, на стороне Киевского города? – Значит, за все время, вот как за… Эта статья была, хочу сказать, принята в прошлом году, в начале прошлого года, которая карает за незаконное участие в боевых действиях за пределами Латвийской республики. Значит, за это время было заведено, я беру данные полиции безопасности, потому что у меня немножко другая статистика, но это не суть, около десяти дел вот за… против тех, кто участвовал, или полиция считает, что участвовал в боевых действиях на стороне Луганской и Донецкой республик. Один из этих людей сейчас сидит в Рижской центральной тюрьме, ждет суда, это Артем Скрипник, житель Даугов-Песа. Что касается другой стороны, тех, кто воевал в украинских добровольческих батальонах или даже продолжает воевать, ни одного уголовного дела заведено не было. Но я хочу сказать, что здесь это не к полиции как бы упрек, потому что так сформулирован закон, то есть это упрек депутатам. Все депутаты дружно проголосовали за такой закон вот в нынешней формулировке, а он, я, так сказать, дословно сейчас не понимаю, но смысл такой, что только в том случае это подлежит уголовной ответственности, такое участие в боевых действиях за пределами Латвии, если эти действия направлены на подрыв территориальной целостности вот того государства, где, так сказать, воевали. Ну да, то есть априори это получается, что речь идет. А поскольку Латвия считает, так сказать, что ДНР и ЛНР сражаются, значит, против территориальной целостности Украины, а те, кто воюют там в добровольческих батальонах, значит, и в армии украинской, на стороне за сохранение целостности, то, соответственно, против них и не заводятся дела, хотя были вопиющие случаи. Несколько человек, граждан Латвии, воевали, например, в батальоне Азов. По-моему, некоторые и сейчас воюют, точно не знаю. Один был убит там. Это известное дело. И это, тем более, это даже не какой-то другой украинский батальон Азов. Это, в общем-то, нацистский батальон. Даже есть решение Конгресса США о запрещении помощи именно этому батальону. Отдельное решение. То есть американцы помогают Украине, ну, естественно. Но вот именно по Азову такое в связи с его, так сказать, нацистской такой атрибутикой. Ну, на карательных отношениях, да, вот таким. И вот его даже, так сказать, запрещали, даже американцы приняли такое решение. Но, тем не менее, здесь, как бы мы видели, 16 марта развивались знамена батальона Азов и так далее. То есть двойные стандарты, я хочу сказать, они были заложены тогда, когда принималась эта статья, заведомо, сразу. Да, и тут полиция безопасности, ну, она, конечно, тоже этому подыгрывает, но в данном случае... Она выполняет только то, что ей предписано. Она выполняет то, что записано, да. То есть, на самом деле, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, ведь нельзя же обвинить всех депутатов, ну, в юридической неграмотности. Вот когда принимались подобного рода документы, они же понимались, о чем идет речь? Все-таки, как бы, у нас есть оппозиция, у нас есть... Вот вы рассказали точную фразу, у нас есть оппозиция, но я бы поставил после этой фразы знак вопроса, да. Ну, не особенно углубляясь в эту тему, тут все ясно, что оппозиция у нас такая, как бы, травоядная, да, что ничего такого решительного и как-то решительного спротивиться в каких-то вопросах она не может. Ну, и вы же сами сказали, что есть механизмы, например, как... А, это, по-моему, сказал слушатель, да, что вот у депутата там можно, ну, как бы, оторвать его, ну, отсечь его от государственных секретов, там, наложить различные другие наказания. Поэтому у нас такой депутатский корпус такой, как бы, как это, тише воды, ниже травы, да, то есть, я думаю, что голосование было по этому вопросу единодушным, никто там особо даже и не вникал. В двух чтениях, я помню, приняли эту статью, президент за неделю подписал, и все. Мы говорим о делах последних времен, собственно, вот одна история, которая затянулась с моей точки зрения, я думаю, все так думают, это вот судебное разбирательство по поводу участников антинатовской акции в Адаже. Вы, наверное, помните, что несколько граждан России, да, по-моему, там, если не ошибаюсь, они, в принципе, на территории Латвии пребывали на законных основаниях, но отправились на полигон, естественно, без специального на это разрешения, и вот были там задержаны, им были предъявлены достаточно серьезные обвинения, но до сих пор, как бы, суд не состоялся, и вот, как выяснилось, его заседание перенесено на сентябрь, и по простой причине, что вот обвиняемые не смогли явиться, но причем они, не потому что они скрываются откуда-то, а как сообщается, это по техническим проблемам, у них возникли такие проблемы, с оформлением въездных документов. Это все так, вы это знаете? Да, это все так. Я напомню, что, да, это была акция против наращивания сил НАТО на рубежах России, ее провели два гражданина России, Александр Куркин, Андрей Попко. Поначалу полиция безопасности предъявила им обвинения в шпионаже и терроризме. Эти абсурдные обвинения держались где-то там 4-5 месяцев, после чего за явным отсутствием, так сказать, улик они были сняты. Куркин и Попко были выпущены из Рижской центральной тюрьмы под подписку о невыезде, а потом до суда отпущены в Россию. Я думаю, что когда суд и вообще, скажем так, латвийские власти их отпускали в Россию до суда, я думаю, что они действовали по принципу «с глаз долой, сердца вон», и что они не вернутся, потому что, ну почему, я думаю, что это в интересах Латвии было бы, чтобы они не вернулись, потому что дело как бы абсолютно высосано из пальца, да, это любой честный юрист скажет, что там нет состава уголовного преступления, есть мелкое административное правонарушение, но в то же время вообще их как бы оправдать, я не знаю, как бы поднимется ли рука у судей подписать оправдательный приговор, потому что судью заклюют там все эти национально озабоченные, там скажут, вот там Путин прислал диверсантов, мы их отпускаем, ну начнется, то есть поэтому ситуация такая неудобная была для латвийских властей, они бы предпочли, чтобы люди как бы сбежали там и укрылись бы там на просторах России. Наручили, да, эту подписку. Ну а в общем-то парни так решили, что они приедут, чтобы отстаивать до конца свою правоту, тем более, что ну и правоту в политическом смысле, как они понимают, и правоту в чисто юридическом смысле. Там вопрос там очень незначительный, как бы с тем, что они не въехали, это просто там, ну там не совсем обычная виза требуется в таких случаях, и ну насколько я знаю, что уже 30 или 31 числа она будет готова. Вот такая ситуация, а суд сам состоится где? Я тоже прохожу обвиняемым, ну как якобы сообщник, то есть он состоится 12 сентября. То есть а изначально их обвиняли чуть ли не в шпионаже? Шпионаж и терроризм, это две тяжелейшие такие статьи Латвийского кодекса, это относится к разделу преступления против государства. По одной из них, по-моему, даже максимум пожизненное заключение, по другой 20 лет. Так что тем фактом, что они приедут сюда, то есть нарушат вот те вот такие благие расчеты полиции и судейских властей, что они как бы с глаз долой и сердце вон, что они сами напросятся на какие-то такие, нет? Нет, сейчас статья уже хулиганства, она тоже не такая уж слабая, в принципе, это статья до 5 лет лишения свободы. Но, ну, в общем, это выбор людей, то есть они считают, что они должны как бы отстоять свою правоту в суде, там, публичной и так далее, хотя суд будет закрыт. А у них адвокат с российской стороны? Нет, это нельзя, это нельзя по закону. То есть адвокат может быть в Латвии, может функционировать только адвокат, имеющий гражданство Латвии. Адвокат Иммайянсен, наш местный адвокат. А что касается вообще шпионажа, у нас шпионы вот есть как таковые в стране, как вы думаете? Ну, то есть я просто не вижу, ну, ни малейшей как бы в этом необходимости, потому что, ну, вообще сегодня, знаете, разведки работают, как говорится, из открытых источников. Это гораздо удобнее, логичнее. Да, если бы здесь были какие-то, я не знаю, суперсекретные там предприятия, ВПК, там, что-нибудь такое, где изготавливались бы какие-то ракеты сверхнового поколения. А так, ну, все остальное вполне легко почерпнуть из открытых источников, что, собственно, дает повод для властей обвинять числе, там, не треть страны, там, ну, потому что они потенциальные, там, шпионы, агенты, пятая колонна и так далее. Как у нас звонок? Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Сергей, меня зовут. Здравствуйте. У меня просто на таком мысли слух и вот, как бы, консультации. Скажите, пожалуйста, вот там присутствуют ребята этих, да, которые там заменили, андреевский флаг повесили. А вот фильм, который вышел, называется «Деть мирового война» в этой подземной комнате в Бункере, да, когда канал английский BBC показал, как уничтожается наше латвийское знамя, там, значит, герб. Почему полиции безопасности и господину Ренкевичу направить ноту недоверия вот этим англичанам, да, и почему полиция безопасности по данному факту не возбуждает уголовные дела? Потому что, извините, это надугательство над нашим знамением латвийским, над нашим гербом. Вот почему, значит, двойные стандарты, что ли, да? Спасибо. Спасибо. Ну, это уже даже сам слушатель ответил, разумеется, это двойные стандарты, причем это уже двойные стандарты, которые вошли в законодательство. Не надо думать, что это, что, скажем, исполнительная власть, ну, какая-нибудь полиция или прокуратура, да, что она может завести такие дела, она уже не может, потому что подобные вещи уже, это просто публика не очень, так сказать, владеет этой информацией, они включены, ну, как бы, в стандарты. Вот, например, скажем, вот то, что я упомянул, может быть, вот то, что, скажем, там, корабли, вот корабли НАТО могут, например, заходить беспрепятственно, да, в латвийские воды. А для остальных военных кораблей всех других стран, не только российских, но вообще всех остальных стран, кроме НАТОвских, другой стандарт, там есть стандарт предупреждения о подаче списков о составе экипажа, ну, если речь идет о военных кораблях. Если, тем более, там, корабль с ядерным оружием, там, дополнительная какая-то, ну, там, целая программа там проверки, это задолго, это, там, ну, оформление в разных министерствах документов и так далее. И я хочу сказать, что точно так же работает эта система. Ну, вот мы рассмотрели вопрос вот по поводу тех, кто на какой стороне воевал, там, за Донбасс или за Украину. И точно так же во всех этих вопросах, они, эти двойные стандарты уже вбиты в законодательство. Это уже тут сейчас, сейчас уже поздно, как говорится, там, как-то там, бить, там, бить тревогу, и они уже вбиты в законодательство. Так, так по всем позициям, да, это, ну, то, что еще не включено в законодательство, будет включено. Да, скажем, вот, например, как только, вот, вот, будет, скажем, контингенты, да, допустим, там, на более постоянной основе, вот то, что сейчас планируется, что было на Варшавском саммите НАТО решено, да, там, скажем, в значительной степени, ну, представители этого контингента будут выведены за черту латвийского законодательства. Ну, не во всех случаях, да, но во многих, там, где, скажем, латвийские правоохранительные органы не смогут рассматривать их дела, да, они будут, так сказать, ну, как сказать, экстерриториальность будет определенная. Ну, то есть, в случае, если у них будут какие-то правонарушения, вы это имеете в виду, да? Да, да, я имею в виду, это не всего касается, да, так сказать, но по определенным правонарушениям, да. То есть, они какой-то особый статус, они как неприкосновенные такие. Да, будет и такое, это естественно, это, если, мы же находимся вот в такой ситуации, как это теперь называется, гибридной войны, да, то есть и законодательство постепенно переводится на военный лад, это факт. В Латвии очень поспешно переводится. Это как раз то, что мало замечает аудитория, а я вот слежу. Большие изменения в законодательстве происходят. Например, скажем я так вот, как пример, есть такое понятие военное время. Вот в Латвии принята новая квалификация, да. Теперь военное время, это не только тогда, когда супостат, так сказать, там, перешел границу, или там объявил войну, там, сегодня, там, в 4 часа утра. Нет, сегодня, это само собой. Ну, плюс к тому, это еще такая ситуация, при которой внутренние беспорядки могут, как бы, если они инспирированы извне, могут вот перерасти в какие-то там военные столкновения. То есть, фактически, даже крупную, как бы, демонстрацию можно истолковать, как вот военное время. Если там, скажем, она действительно инспирирована из-за рубежа, или это можно придумать, что она инспирирована из-за рубежа. То есть, законодательство все время, латвийское, подгоняется под военное время. И, соответственно, то, что сказал радиослушатель, ну, так теперь будут все время эти двойные стандарты. Это логика просто. Потому что одни союзники, другие враги. Вот и все. Ну, знаете, собственно, вот из того, что вы сегодня говорите, достаточно такая тревожная картина вырисовывается. Потому что, если мы сами настраиваем свое население, да, и вообще и законы подстраиваем под какие-то такие, исходя из худшего, что вот-вот оно случится, то не получится ли действительно, что мы окажемся вот той первой ступени, если что-то случится, поскольку в мире тоже я не говорю только про Россию, про восточное, восточного соседа, но говорю про то, что происходит вообще, вот эта масса беженцев, да, эти жуткие совершенно события в Европе, которая была уверена, что она спокойно будет еще жить столетиями. Это как раз говорит о том, что нельзя говорить о том, не утверждать того, что сегодня будет у нас все хорошо, поскольку у нас как бы как... Ну, пока, скажем, латвийская власть есть такая, как она есть, да, она выбрала определенный курс, определенное направление и достаточно четко с таким как бы упорством вот этого животного, которое прошибается лбом, она следует этому курсу. Тут никаких отклонений я не вижу, она следует курсам, главным принципом, который является то, что Россия враг, что она готовит агрессию, и, соответственно, местные русские, это ее потенциальная пятая колонна, которую, соответственно, надо держать, ну, некоторые должны быть ограничения и так далее. То есть она следует этой политической линии. Но сегодня это так. Ну, тут у нас вопрос на портале как раз к вам лично. Не кажется ли вам, Владимир, что отношение к русским сегодня в Европе напоминает отношение к евреям в Европе конца 30-х годов, когда начались преследования? — Ну, я бы сказал, что это, скажем так, на уровне пропаганды, да, наверное, как бы вот ситуацию можно такие сравнения провести, именно на уровне пропаганды. А на уровне, насколько эта пропаганда действенна, я не знаю, потому что на самом деле мы тоже видим, знаете, это информационная война, мы видим заголовок в какой-то западной газете, но мы не знаем, как на самом деле масса западного населения его воспринимает. Но поскольку у нас сегодня в связи с открытыми границами у всех есть знакомые, которые живут там чуть ли не по всему миру, я так сужу, что ну такого уж мощного эффекта эта пропаганда, ну, пока в старой Европе не имеет такого, да. Другое дело, что для того, чтобы развязать войну, может быть, это и не обязательно, чтобы массы там все единодушно поддерживали. Пропаганда эта имеет, вот я считаю, наибольший эффект вот в странах Балтии для титульного, так сказать, населения и в Польше. Вот такие страны, которые сейчас заняли такую жесткую антироссийскую позицию и, по сути, сами являются заводилами даже, не подчиненными уже теперь, а заводилами вот этого антироссийского курса. То есть от них исходит такая вот энергия как бы очень большая, они чуть ли не навязывают порой вот старым европейским странам определенные позиции. Я сужу потому, что происходит и в Европарламенте, и в других структурах. Скажите, пожалуйста, вот проблема беженцев, да, которые, собственно, тоже здесь вот пугают и население Латвии, тут вот эта тоже достаточно забавная ситуация с этой компанией, которая рекламная была, и возмущением, неприятием Министерства обороны этой компании как таковой, они вывезли в этом оскорбление. Патриотизму латвийцев. Как вам кажется, все-таки в перспективе, понятно, что все не ограничено какими-то десятками семей, и ясно, что если вся Европа принимает беженцев, а уж коли мы часть Европы, то значит у нас, в общем, такой же будет удел, да. Как вам кажется, вот эта проблема отношений русскоязычных, как принято говорить, да, и латышей, она может быть все-таки как-то нивелируется после того, как внимание будет переключено на вот эту проблему беженцев, потому что там тоже страхи. Ну, во-первых, я вот хочу сказать, что вот по первой части вашего вопроса, что действительно как бы навязывается, то есть я хочу сказать, что ни одна страна, которая сейчас растопыривает пальцы, а мы не будем там принимать беженцев, она этой участи не избегнет. Вот сейчас, например, Еврокомиссия готовит проект, согласно которому за каждого непринятого беженца 250 тысяч евро штраф. Если у страны квота там тысячи, и она от нее отказывается, то это сколько там это, 250 миллионов. Ну, это ясно, что ни одна восточноевропейская страна, я даже не говорю про бедную там несчастную Латвию, но и более развитые восточноевропейские страны, они не смогут это... Это не по карману будет. Их предают, кроме того, отрежут от ряда еврофондов, там, от всей этой кормушки европейской, конечно, это выназит. Что касается политических последствий, то я думаю, что тут, если этот, скажем, наплыв беженцев, причем из таких конкретных стран, ну, скажем, стран, ну, исламских, скажем так, стран, будет достаточно велик, то я не думаю, что это изменит какие-то взаимоотношения на политическом уровне между русскими и латышами здесь. Я говорю сейчас о политике, не о уличных каких-то моментах, да, то есть это просто возникнет, возможно, какая-то третья сила, и уже тогда политика будет крутиться в этом треугольнике. Сейчас она биполярна, да, вот, так сказать, есть партии, там, общественные организации, которые на этой стороне или на этой, тут может в перспективе возникнуть треугольник. Но я не думаю, что это будет быстро, потому что все равно основной поток беженцев, он, конечно, заполонит все-таки страны там. Западную Европу, да, Германию. Западную Европу, Германию, попытаются Скандинавию, Средиземноморские европейские страны. Пока еще до того, как там Еврокомиссия сможет всех их раскидать, как бы, по странам, особенно в Восточную Европу, никто не рвется. То есть это так перспектива, но такого прямого влияния, что вот якобы там, ну, как некоторые думают, что вот националисты латышские увидят, что ай-яй-яй, там к нам едут, там, не знаю, там из Афганистана, Сирии, там, из Африки, да, и теперь вот как мы, теперь-то мы там типа осознали, какие хорошие русские. Этого не будет, это иллюзии все. Это иллюзии, потому что, ну, это противоречит их идеологии. То есть русский фактор здесь рассматривается правительством, властью, как враждебный. Просто есть там более мягкие политики, вежливые, обходительные, но и ими, и радикал-националистами, все именно рассматриваются здесь как враждебные. Никакой новизны в том, что сюда приедут еще несколько тысяч беженцев, я думаю, это не повлечет за собой. Мы очень много говорим о демографии, о том, что наша народная Сирия тает, собственно, на глазах. А скажите, пожалуйста, ситуация в Великобритании, с вашей точки зрения, там же огромное количество латвийцев, как латышей, так и русских, которые уже пустили корни, в которых дети учатся, я, может, даже не помню своего родного языка, которые родились там. Не станет ли это таким толчком, которое все-таки, вопреки утверждениям, что не поедут люди назад, им там хорошо, им там нормально, что они все-таки, часть из них будет вынуждена вернуться сюда? Как вы думаете? Ну, это, понимаете, человек принимает новые решения только в связи с изменившимися обстоятельствами. Если он уже принял какое-то решение на своей жизни, и обстоятельства не меняются, он не будет менять решения. На данный момент никаких таких существенных обстоятельств, ну, в Латвии не поменялось. Поменялось только одно, что Англия провела референдум, да, и, так сказать, теперь так одной ногой вроде уже как бы вне Евросоюза. Но мое вот такое, вот мое предположение, что никаких там каких-то, ну, не то что репрессий, но даже давления на выходцев, гастарбайтеров из Восточной Европы не будет. Не будет, да? Потому что иначе тогда британцы должны сами браться за какие-то работы, за которые они уже сегодня не готовы браться, не готовы воспитывать детей в таком, ну, так сказать, отношения, что, знаешь, дочка, ты там будешь санитаркой в доме для престарелых, это шикарная такая вот, ну, как бы перспектива, или, а ты, сынок, там, вот, ну, чернорабочим, там, в порту, как грузчиком. Отлично, отлично, вот это твое будущее. Никто так детей своих не будет воспитывать. А все же, как бы, выходцы из Восточной Европы, они, ну, немножко более приемлемы для такого среднестатистического англичанина, чем выходцы, там, скажем, из Азии и Африки. Все-таки там, ну, как бы, есть больше какой-то там близости. Я думаю, что никто не будет, и качество работников хорошее в основном, так, в большинстве своем из Восточной Европы, поэтому там обстоятельства, я не вижу, что они могут измениться, да, что там создадут для выходцев из Латвии какие-то условия, что, ну, надо бежать домой. Я пока никаких, нет ничего, ни одного прецедента серьезного, какие-то там разговоры на улицах не в счет. А прецедента вот законодательного такого громкого дела нету. Там обстоятельства не изменились, здесь обстоятельства не изменились, они скорее ухудшились, потому что здесь вдобавок к тому, что не стало больше работы, не стало больше там каких-то социальных благ, так еще и появилась угроза войны. Ну, понимаете, это мы здесь так можем иронизировать, а так человек из Англии сидит, так думает, а что, я поеду, здесь, там уже самая зона конфликта, если так сказать, согласно пропаганде, вот она, граница Запад-Россия, там, если что, так вот там. Я не вижу ни малейшего повода к тому, чтобы эти люди возвращались. Вот на данный момент ни одного. Ну, на этой не очень оптимистичной ноте мы должны завершить нашу программу, поскольку уже без пяти минут. Я напоминаю, в гостях у нас был Владимир Лендерман, за качество эфира отвечал Евгений Копейн. Всем всего доброго, до свидания, будьте здоровы. До свидания.